Ас-саляму алейкум, как тебе кажется, Путин уже как президент страны исчерпал свой авторитет перед всем миром и уже общаться с ним будет считаться плохим тоном перед цивилизованным обществом? Ас-саляму алейкум ас-саляму, к сожалению, или просто, как данность, давайте так скажем, мир устроен таким образом, что тот, у кого есть сила, с ним общаться всегда будут, вынуждены будут с ним общаться. И такого типа, все, он стал нерукопожатым, все, типа, мы ему руку больше, мы с ним больше там за стол переговором не сядем, руку ему не пожмем. Таких вещей не будет никогда с теми, у кого есть сила. Как вы понимаете, Россия является ядерной державой. Президент России это президент ядерной державы, мощного государства. Да, мы, конечно, можем сегодня констатировать, что Россия теряет свои позиции и по вооружению, и тем более по экономике. Ее обгоняют, выходят на первый план, выходят другие мощные региональные мировые державы, США, Китай. Но, тем не менее, страна является очень мощной, пока у нее есть этот ядерный потенциал, она будет таковой. И эта страна член Совета Безопасности. Поэтому ожидать, что придет какой-то момент, когда президент России станет для мира, для западных стран, в частности, на один уровень с президентом Белоруссии, с Лукашенко, не стоит вообще этого ожидать, такого никогда не будет. С Россией всегда вынуждены будут считаться, их могут ненавидеть, Путина могут просто не переваривать на дух. Но с ним вынуждены будут проводить встречи, встречаться там, общаться, разговаривать, любезничать. Вынуждены будут, друзья. Никуда от этого не деться. Вы думаете, правители Советского Союза их любили, что ли, их как-то считали какими-то хорошими ребятами? Что Хрущев, который стучал там этим ботинком в ООН, вы думаете, это было нормой? Нет, конечно. Но с ними со всеми вынуждены были общаться. Также и с этим вынуждены будут общаться. Тумсо, как скоро мы увидим совместный эфир Тумсо и Хасана, вроде ты уже можешь передвигаться без каких-либо ограничений, Турция ждет. Ну, в Турцию у меня нет возможности передвигаться просто так без ограничений, то есть поехать там, как если бы у меня был российский паспорт, то у России из Турции безвизовый режим. То есть я бы мог просто взять билет на самолет и полететь. А в моем случае такое невозможно, потому что с моим документом туда уже нужна виза. И что-то мне подсказывает, что если бы я подал бы даже такие документы на визу турецкую, то мне бы, скорее всего, отказали. Кстати, раз мы уже коснулись темы Турции, из Турции в последнее время приходят только хорошие новости. Нас они очень радуют. И вот на этой неделе из Турции пришла очередная очень приятная новость. Шестеро задержанных российских шпионов, которые были задержаны в прошлом году, в конце, в октябре, по-моему, турецкое следствие передало дело в суд. Из этих шестерых там большинство являются чеченцами. И во главе этой группы стоит вот этот, по крайней мере, турецкое следствие называет Беслана Расаева. Это чеченец, он родом из чеченского селения Дачу-Борзой. И турецкое следствие запросило, то есть прокуратура турецкая запросила от 22 до 33 лет тюремных сроков для этих шестерых. И, ну, это очень серьезное обвинение. И самое интересное, что турки не стали как-то обходить вопрос заказчиков. Этих чуваков обвиняют в том, что они готовили убийство чеченцев, проживающих на территории Турции, которые являются борцами с российским режимом, которые как-то критикуют российский режим и в Чечне, и в целом. Либо даже являются участниками войны, допустим, в Сирии, которые воевали против режима Асада. Как, например, Рустам Ажиев, более известный под прозвищем Абдул-Хаким Шишани, который был одним из предводителей, амиром одной из групп, в которую большинство входили, выходцы из Кавказа. Большинство из них, естественно, были чеченцами. И они боролись против режима Асада. Так вот, эти люди готовили убийство и Абдул-Хакима, и других, и Хасана Халитова в том числе. Так вот, турецкая прокуратура открыто называет заказчиков этого преступления. И как вы думаете, кого они назвали в числе заказчиков? Первым лицом они назвали Адама Делимханова, депутата Государственной Думы, человека, которого называют правой рукой Кадырова, человека, очень приближенного к Кадырову, того самого депутата, который открыто угрожает отрезать головы. Затем, правда, эти его слова как-то интересно переводит другой депутат Государственной Думы. Также они назвали в числе этих заказчиков, то есть, человеком, который находится между Адамом Делимхановым и вот этим вот Расаевым, то есть, вот этой группой, задержанной в Турции, это Казбек Дукузов. И я подтверждаю, как бы действительно, я по своим каналам уточнял эти моменты, я подтверждаю связь Беслана Расаева с Казбеком Дукузовым, прямую связь. Не через каких-то людей, не какая-то посредственная, а непосредственная связь с Дукузовым. То есть, этот человек был с ним на связи по телефону, получал от него какие-то указания и так далее. Так вот, почему это нас радует? Потому что, по идее, после того, как прокуратура выходит с такими обвинениями и называет конкретно заказчиков, после этого должны последовать определенные юридические действия. Это неизбежно должно произойти. И Адама Делимханова, разумеется, должны заочно арестовать, если он является обвиняемым по этому делу. И после того, как он будет заочно арестован, его должны подать в розыск по линии Интерпол, международный розыск. Конечно же, мы не испытываем каких-то иллюзий, что он будет задержан в России и передан властям Турции. Понятно, что такого никогда не произойдет. Понятно, что Россия будет этого человека защищать. Но это создаст определенные проблемы для Адама Делимханова, которые он вынужден будет решать. Он будет пытаться их решить. И это уже не в первый раз происходит с Адамом Делимхановым. Когда был убит Сулими Мадаев в Дубае, тогда дубайская прокуратура обвинила, в числе заказчиков назвала именно Адама Делимханова. И вот то, о чем я сейчас говорю, этот юридический процесс, он тогда был осуществлен. То есть Адам Делимханов был заочно арестован дубайским судом, и он был подан в розыск по линии Интерпол. И вот тогда Кадыров этот вопрос решил с дубайскими властями. Как вы знаете, Кадыров находится в очень близких, в таких тесных отношениях с правящей монархией Арабских Эмиратов, с Нахаянами. И он благодаря этим своим хорошим отношениям этот вопрос уладил. Они формально как-то примирились с Ямадаевыми. Тогда произошло вот это вот официальное примирение. И это уже явилось поводом для дубайского следствия, для эмиратовского, так как там все-таки действует такая гибридная система, полушариатская, полусветская. И в общем они из-за этого как бы претензии потерпевшей стороны сняты, и они тоже решили вопрос с Делимхановым. Он был снят с международного розыска, но с Турцией будет сложнее. Если Турция объявит Адама Делимханова международный розыск, как вы понимаете, договориться с Турцией будет очень сложно, если не сказать, что невозможно. Попытка уладить этот вопрос уже была сделана Кадыровым, когда он в конце этого года вместе с блогером Гусейном Гасановым, как вы помните, после ареста этих шестерых кадыровских киллеров, он поехал сразу в Турцию. Сейчас, после вот этих уже конкретных обвинений в адрес Делимханова и Дукузова, сейчас уже не остается никаких сомнений, что Кадыров ездил именно как-то договориться с турецкой стороной, с турецким следствием, с турецкими политиками, но ему это не удалось. Так как турецкие власти вообще не рассматривают Кадырова как сторону для переговоров, как равнозначного игрока, они отдают ему как бы его достойное место, это региональный губернатор, а точнее это марионетка в руках Кремля. Турция имеет очень правильные политические взгляды в этом направлении, в сторону Чечни, в сторону Кавказа. В общем, поэтому если он окажется в международном розыске, а я очень надеюсь, что он в ближайшем будущем окажется в этом международном розыске, то это создаст определенные проблемы Адаму Делимханову и ему придется думать о том, как эти проблемы решать. Передвигаться по этому миру спокойно он уже не сможет, только в те дружественные для Кадырова страны он сможет передвигаться. В общем, это создаст для него определенные сложности, а все то, что создает сложности для Кадырова и его близких, это все нас, конечно же, радует и не может не радовать. Ну а что касается Казбека Дукузова, то в его случае тут особенно ничего не меняется, он и так находится как бы и в международном розыске, и даже в федеральном розыске, у него проблемы с российской правоохранительной системой. Вообще положению Дукузова не позавидуешь, потому что все его благополучие, а точнее даже его просто свобода в данный момент, она зависит от одного человека, от Кадырова. Для Дукузова это вообще такой карточный домик, который рухнет. Просто если вот одну карту, карту Рамзана Кадырова, немного сдвинуть с места, все, весь этот как бы карточный домик Дукузова, он рухнет. К нему имеют претензии в первую очередь сами же российские правоохранители. Он будет арестован, он прицанет перед судом и там, в общем, сядет на долгий срок. Поэтому, ну, в его случае особо ничего не меняется. Там одним делом больше, одним меньше. Так или иначе, свободно передвигаться он не то что по миру, он даже по России не может и сегодня свободно передвигаться. Поэтому по поводу Дукузова, в общем, ну, это в любом случае, это, конечно, хороший момент, что этого человека назвали, но в целом это ничего не поменяло. В общем, сейчас мы все ждем объявления Адама Делимханова, в международном розыске. И я выражаю отдельный респект турецким властям и турецкой прокуратуре. Вы просто молодцы. Субтитры подогнал Игорь Негода.